Итак, всем привет! С вами снова я, Зазепа. И сегодня у нас такая ностальгическая минутка. Мы будем смотреть на старые карты, которые давно переделали. Многим они нравятся, многим не нравятся. Но сегодня мы посмотрим на карту Эль Халуф, которая была в 2012 году, примерно в марте. Это патч, по-моему, 0.7.1. Поэтому мы посмотрим на это. Так, видите, справа у нас еще не было вот этих вот дурацких насаждений. То есть здесь на полкарты гора идет, там стреляла, вот тут объезжают, там накидывают. Ну, а простая обычная горочка, где пацаны раньше сражались, танковали. Вот это поле. То помню, здесь раньше был такой круг, то есть захват базы. Режим, по-моему, противостояния назывался. Ну, посмотрим, собственно говоря, это все в действии. Сколько с воспроизведения поставлю, может, примерно на... Сойдемся на камеру нашего игрока. Смотрим, как он будет танковать тут. В этих пацанов, которые прут. Сейчас, куда? Правильно, на воду. В конце они доезжают. Вы слышите еще те самые старые звуки, они еще не переделаны. Переиначены. Снаряд, вы видели, там вообще полетел как-то криво. Не попал пацан, но бывает. Сейчас перезарядится. Решит эту проблему. Давайте ускорим вот этот весь процесс. Все четверки, по традиции, там танкуют. Ой, хорош, прилетело. Так, а мне вот интересно, почему на ру? Это, наверное, был когда-то тестовый сервер. Тестили. Как видите, графика, она отличается от сегодняшней. При записи у меня, в принципе, FPS выдает 40. Когда я обычную, нормальную, то есть нашу версию, записываю. Примерно такую же. Может, на десяточку быстрее. Не знаю. По-моему, графика была такая, знаете, более попривычней, поприятней. Типа пал. Почему я решил актиллерию? Потому что более-менее отличные результаты. Можно хоть как-то как-то обозрить сверху. Более тактически. Смотрим ИСА-4. Кстати, я хотел бы... Так, нечаянно, нечаянно. Смотрим на ИСА-4, еще первой версии. По-моему, он еще тогда был... То есть ИС-4 шел, а потом ИС-7. Так, интересно. А что у нас здесь? Сетлячок. А, толстопартик наш. Любимый. Есть соточка, которая решила загашить. Конечно, необычно. А, и, собственно говоря... Любимое место всех статистов. Стояли здесь, здесь. Честно говоря... Место не очень такое было. Не, стоят там хорошо танковать. Но... Если ты там едешь на ИС-Техе, то много плюх могут получать... Ихни... Сказать... Готии. Смотрим, как ИС-4 отгребает. Нормально. Так, и 50-ка решила свалить. Ага. Смотрим, как он сейчас с толстопардом будет справляться. Ностальгический бой. Очень ностальгический. Смотрим, как он сейчас с толстопардом будет справляться. Записано на 1012-м, а сейчас он уже 15-й. Охружит нашу актиллерию. Ну, как видите, он с фугасницей нанес... О, боже, 30 угонов. Ты серьезно, что ли, стрелял... Фугасами, блин? Хорошо, блин, зарядить какую-нибудь голду, я не знаю, и... Бочину всадить. Теперь на толстопарде сам не играл, но знаю, на что он способен с этой пушкой. И он так троллить решил. Хотя, какой смысл ему троллить, если там Т-54 ползет? Ага, видите, уже нормально засадил. Т-54, я думаю, его спасет. Ой, красава. Красава просто. Поехал по инеркции еще вперед. Свектуха накинул, по-моему. Усил этот момент. Ускорим ему перезарядку. А, вот. 12-90 приехал. Снял. Ну, хотя бы минус Е100. Уже что-то. Так, Маусенок. Подожди, Маусенок. Далеко не уезжай. Хочу на тебя посмотреть. Какой же ты красивый. Е-75. Да. Это вам и наши патчи. Ладно, продолжаем. Еще те места не так хорошо простреливаются, если так взять подальше. Видите, он мог вполне себе спокойно попасть в башню. Маусу и... Что-нибудь ему там довынести. 704-ка решила загашить. Зря, конечно. Е-7 просто свектуха на выносит Е-75. Сейчас попробую на Е-7 без голды свектуха на вынести. Конечно. Не, ну конечно же, может... Я не помню, может он тогда тоже уже не выносил свектуха на Е-75. Потому что это, как бы, не стоит не забывать, что это тестовый сервик. Запись с него идет. Е-7 здесь стреляет голдой. Денег много надавали. Маусенок терпит урон пока. Чувствую, что Акта сейчас его заберет прям так... Сюдечку. Нет. Нанесла ему солидно. Так, он... Наш игрок, кстати, совсем не обращает внимания, что там едет к нему 13-90. Вот конец решил. Это он, наверное, воспользовался опытом Толстопарда. Смотрим, как он справится с этой задачей. Ой, хорошо. Это еще и не пробил его. И не пробивает. 13-90, который не может пробить арту, блин. Представляете? Арта его еще таранит, как лоха последнего. А он еще на КД, блин. Т-54, конечно же, в прошлый раз был вовремя. В этот раз, по-моему, не очень. 704-ка стоит посредине поля. Так что все, сейчас арта... Сейчас ее снимут. Нифига. Просто выносит его. В фрагах. В.Е. Они как-то разменулись позициями. Они что ли его объехали? Уже не важно. Главная победа. 4 фрага нашего игрока. Опыт 17 тысяч опыта. Ай, блин, это же тестовый сервер, точно. Ну ладно. В любом случае, спасибо, что смотрели. С вами был Зазепа. Лайк, подписка. Насталлическую минутку. Всего хорошего. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok